Девчонки, сейчас отвечу на ваши вопросы. Саш, бонжур, кама-сава, а какие ты слова знаешь на французском? Бонжур, сава-бьен, это будет все хорошо, и жена-сэпа, это будет я не знаю. Саш, в чем секрет твоих фирменных штрафных ударов? Ну, на самом деле, секрета нет, и я бы не сказал, что это какие-то фирменные, не так много я уже забил со штрафных, ну, не знаю, просто тренироваться, и я думаю, что все будет получаться только так, где-то. Савуская Аравия был самый такой мяч? Ну, запоминающийся, да, один из таких, конечно, да, очень важный. Саш, а почему ты выбрал 17-й номер? Ну, мне всегда нравилась семерка, там, седьмой, семнадцатый, но как-то ЦСКА сначала вот получилось взять 17-й, семерка была занята тоже, чем, и как-то все как-то пошло, все хорошо вот этим номером, и сейчас так и не хочу менять. Оставлю, если там будет возможность и дальше какие-то клубы, там, не знаю, как будет, то буду всегда стараться брать 17-й. Саш, с кем ты ближе всех общался в ЦСКА? Ну, на самом деле в ЦСКА очень такой коллектив, что он никак, ни в любой другой команде такого нету, даже вот в России, потому что сейчас много молодых, все знакомы и со школы, и с дубля, и сейчас все в основном составе, поэтому общаюсь очень хорошо вот с тем же Кучаевым, с Чаловым, ну, Черновым там, ну, со всеми очень хорошие отношения, и были, и есть, и сейчас даже вот постоянно. Когда есть там момент приехать когда-то в Москву, то все время увидимся там, спишемся, поэтому можно сказать со всеми. Саш, расскажи о своей встрече с Фалькао Энри. Ты взял у них автограф? Да нет, автограф не брал, но встречи, я не знаю, ну, отнесся к этому нормально, конечно, приятно, что такие сильные там футболисты у тебя в команде. Учишься там у них тоже, смотришь, как они там ведут себя посттренировок, восстановление там и всему тому подобное. А так, нет, автографа не брал. Саш, расскажи о том, как ты пел первый день в Монако. Ну, пел на самом деле плохо. Теперь не имею, но пришлось, поэтому покраснел чуть, но ничего, нормально. Такие традиции там. Саш, у тебя классная прическа. Сколько времени в день ты ей уделяешь и сколько геля тратишь? Гелью вообще не пользуюсь, но прической тоже особо не слежу. Спасибо, но особо не уделяю вообще никакого времени, можно сказать, только там водой или, ну, вообще особо не обращаю внимания. Саш, любишь ли ты водить автомобиль? Часто ли ты нарушаешь правила? Ну, как-то раньше, когда только первая машина там появилась, то первое время вообще только и там нравилось ездить, просто неважно куда выезжал, просто катался там. А так, да, ну, конечно, можно сказать, да, люблю, но правила стараюсь не нарушать, конечно, это несерьезно, мне кажется. Саш, скажи, пожалуйста, где девочки красивее, во Франции или все-таки в России? Ну, тут безусловно в России. Я думаю, что даже если брать не только Францию, а любую страну в России красивее самой красивой девушки. Саш, что может тебя по-настоящему разозлить? Ну, честно говоря, не знаю. Плохое судейство, я думаю. Это очень быстро может разозлить меня. И вот с этим как-то пытаюсь бороться, потому что бывает злюсь там, и выпадаешь из игры, не думаешь об игре, и иногда это мешает. Поэтому вот судейство, можно так сказать. А в жизни будут тропки или хамства, или очереди? Ну, хамства, понятно. Я думаю, это любого будет злить пробки, но не особо так, потому что уже немного даже сейчас отвык от них, поэтому... Ну, это неприятно, но не более того. Саш, расскажи о своих эмоциях после победы на Испании. Ну, тут даже тяжело рассказывать, потому что первые два дня даже ты, не знаю, даже не веришь в это, что такое могло случиться, обыграть такой важный матч, тем более такую команду. И тут даже сложно описать это просто. Потом только через время, через месяц, через, я не знаю, какое-то время ты понимаешь, что реально такое событие. И такой раз в жизни, наверное, бывает. Что именно в такой вот себя дома на турнире и такие команды обыгрывать, это на всю жизнь запомнится. Саш, а если не футбол, то какой вид спорта? Не знаю тоже. Насчет другого вида спорта мне... Раньше немного нравился хоккей, когда был в Сибири, ну, в основном все в хоккей играли там и так далее. Сейчас как-то уже не интересуюсь, не смотрю особо. Ну, не знаю даже, не могу назвать даже второй, если не футбол. Не знаю, может учиться бы пошел, лучше стал учиться. Поэтому не знаю. А что ты больше любишь, поесть или поспать? Наверное, поесть лучше. Как-то больше к этому сплю, засыпать что-то как-то... Не знаю, ну, со сном так себе дружу, поэтому больше поесть. Саш, какое место в Монако обязательно стоит посетить? Какое место в Монако, не знаю, как сказать даже. Ну, если смотреть для кого? Для туриста, наверное, казино. Ну, а так можно там на вершину веры подняться. Вот, когда я был на презентации, там фотографировался очень красиво и наслаждаться красотой там реально очень красиво. Можно там минут по 30, по часу стоять, смотреть, любоваться. Саш, какой стиль одежды ты предпочитаешь? И следишь ли ты за модой? Да, на самом деле стиль одежды разный. Там, могу джинсы там одеть, могу там как-то более классически одеться. Когда как. По настроению можно, так сказать, там... Могу, люблю спортивные носить, там удобно, когда комфортно себя чувствуешь в спортивной одежде. Поэтому за модой особо не слежу. Так просто, что нравится, покупаю. И все. Какой-то определенного вкуса нет. А, цивильные костюмы? Бывательный даже? Не, прям цивильный. Очень-очень редко. Вот пару раз одевал... По-моему, даже не пару, а один раз одевал как-то вот. Ну, ходили на командный ужин в Монако. И до этого на встречу с президентом. И все, наверное. Так все по вкусу, так по настроению. Что за история случилась у тебя с ночным клубом в Монако? Ну, история была такая, что просыпаюсь я и вижу сообщения. Там много пропущенных звонков, смс, что вот я якобы в клубе оказался в Монако ночью был. И там было видео, и я лежу с костылем на кровати. То есть, ну, и с гипсом, точнее, не с костылем. И, ну, это физически невозможно было. Потом начали разбираться, нашли это видео. Остановили на том кадре, где показан был человек, который похож на меня. Сделали лучше качество и увидели, что это не я там. И потом там выложил инстаграм какой-то, много подписчиков. И потом они писали, лично извинялись, что это там недоразумение какое-то было и тому подобное. Вот вся история. Саша, ты обижаешься на шутки Артема Дюба? Расскажи про его приколы. Да, про его приколы рассказывать там можно вечно. Приходите, посмотрите, послушайте. Да не, на него, ну, что обижаться, это же шутки. Там самоирония должна быть, там, над всеми шутят. Поэтому с Артемом, без Артема было бы скучно, а так с ним, наоборот, веселее. И неважно, там, над кем он шутит, надо мной, там, над ребятами. Только больше веселья в команде, позитивая, это лучше. Причёстки? Да, шутят. Ему, кстати, не нравится моя прическа, говорит, худшая. Поэтому. Как ему нравится? Гнездо называет. Вот. Ну, зато у него нормально. Откуда ты знаешь Сеню Коваленко? Я её давно знаю ещё по Новокузнецку. Точно не помню, когда прям так познакомились, но она играла за женскую команду. Я играл, ну, соответственно, за свою команду. И тогда она уже была, по-моему, в сборной России. И вот как-то потом я уже перешёл в ЦСКА, как-то, по-моему, в соцсетях как-то познакомились. Но там больше друзья с ней были по команде, с Новокузнецкой больше были знакомы. И вот потом как-то списались, пообщались. И, ну, не более того, просто поддерживали друг друга, что с одного места она там тоже в сборной России играет. И поэтому очень приятно, что такие, тоже есть из таких уголков. Расскажи о трёх способах познакомиться с девушкой. Не знаю даже каких. Наверное, защитить её в какой-то сложный момент, когда, допустим, там кто-то там пристаёт, наверное, такой способ. Ну, не знаю, ну, просто подойти познакомиться, если понравилась девушка. Какие-то такие особенные, не знаю, даже не могу сказать. Ну, наверное, тоже уже в соцсети, скорее всего, да, потому что сейчас уже все там сидят уже. Мне кажется, даже на улице немного не та реакция будет у девушки, если парень подаёт спрашивать, чем в соцсетях напишет. Ну, немного проще отнесётся там, посмотрит там фотографии, я не знаю. А на улице, может быть, может как-то подумать не так, мало ли там пристаёт или что-то такое. Поэтому сейчас уже, да, такое время, что, я думаю, 95% уже все знакомства соцсети. Поэтому, если, то, наверное, соцсети. К сожалению, так. Каково это играть на чемпионате Европы в 20 лет? Ну, на 16-м, да, получается, да. Но тяжело, конечно, было в плане ментально. Не был готов, много волновался. Из-за этого не очень хорошо выглядел. Ну, лично сам на турнире, потому что думал о том, как бы не подвести команду, не ошибиться там, чтобы там не казаться там виноватым и в таком роде, что в 20 лет тяжело ещё как-то это принять. Ну, а так, в целом, наверное, по уровню. Понятно, что можно играть и в 20 лет, и в 18, но тут главное, как ты готов внутри себя ментально, потому что, если ты там думаешь о том, что как бы там самому не испортить что-то, то это плохо. Там, а вот уже на следующие какие-то большие матчи я уже, когда проходишь такой опыт, уже понимаешь, думаешь о том, как бы заставить ошибаться соперника. И ведёшь себя увереннее, агрессивнее. В общем, как-то так. Саш, а в какие компьютерные игры ты играешь? Играл во многие. Сейчас играю, играл в доту, у меня очень много часов. Играл с шестого класса. И, по-моему, вот, может, год, половину, полгода назад где-то закончил играть. Ну, я с перерывом играл, у меня даже там около трёх тысяч часов на аккаунте. То есть, это, если взять в сумму, ну, это очень много. В Counter-Strike, в PUBG играю, играл ещё, в Battlefield играл. И, наверное, всё. Вот, блин. Ну, в FIFA играл в основном на Sony PlayStation, на Ultimate Team играл, где покупаешь карточки футболистов там. Но как-то быстро надоедало, не знаю, максимум 2-3 игры и всё. Дальше как-то, ну, однообразно, скучно и, не знаю, как-то. Так можно сыграть между собой, там, с пацанами на что-то поспорил, поиграть это круто. А и по интернету, в FIFA, то не очень интересно. Девчонки, спасибо вам большое за вопрос. И всё было очень круто и интересно. Желаю вам удачи в ваших играх.